Аллилуйя! Мы приветствуем каждого из вас во имя Иисуса Христа. Какой бы вы сейчас момент не проходили в жизни, пусть вас Господь поддержит, утешит и даст вам мир. Итак, тема проповеди будет называться «Оправдан». Ни один грешник не войдет на небо. Ни один грешник на небо не идет. Туда идут только праведники. Только праведники, только святые идут на небеса. На небесах нету душа, где тебя отмывают грязного и вонючего. Это все должно произойти на земле. На небеса идут чистые, святые, непорочные. В то же самое время Библия говорит Римлянам 3,23. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Все согрешили, все. Любого человека возьми. И тебе лучше не знать ничего о его грехах. Потому что они ужасные. Что же делать, если каждый человек является грешником? И на небеса грешники не идут. Как же тогда решить эту проблему? И эту проблему решил Иисус Христос на кресте. Он сделал невозможное. Для человека это невозможно. Потому что с того момента, когда человек согрешил, он и должен ответить за свой поступок. Вот представляете, если вы какое-то нарушение сделали. Вас и будут судить. Если вас поймали. Я не знаю, вы ограбили что-то. Или сбили кого-то. Или украли. Или что-то еще. Вас поймали. На месте преступления. Вас и будут судить. Но в случае нашем, когда человек согрешил, его тоже должны были наказать. Но у Бога появился другой план. План искупления. План выкупа. И сам Божий Сын стал жертвой за наши грехи. Сам Бог предложил себя в качестве платы за наши грехи. Он предложил, давай я за него пострадаю. Я умру за человека, за человечество. И заплачу за его грехи. У Бога есть несколько сторон. У Него нету только одной грани. Он добрый, но Он и справедливый. Он святой, да, но Он и праведный. То есть нет такого, что одним словом ты можешь описать Бога. Его справедливость в том, что никакой коррупции, чтобы не было. Нету коррупции на небесах. Нету. Невозможно выкупить человека деньгами, молитвами. Это мог сделать только Иисус, отдав свое тело в жертву на кресте, чтобы была пролита кровь. Потому что без пролития крови не бывает прощения. Вопрос такой. Почему Иисус распятому грешнику рядом с ним пообещал, что он будет в раю? Ведь он же грешник. Он же разбойник. Он же много зла сделал. Почему Иисус, обернувшись к нему, и сказал Истинно, истинно говорю тебе, сегодня же будешь со мною в раю? Он же грешник был. Нет. Он не был уже грешником. В тот момент, когда Иисус ему сказал, он уже был оправдан. Почему? Потому что он признал свою вину. И он обратился к Иисусу за помощью. А Иисус говорит Всякого приходящего ко мне не изгоню вон. Вы можете сто процентов доверять Богу, доверять Иисусу, что если вы придете к Нему, Он вас не прогонит. Он вас примет. Это означает, что если вы обратились к Иисусу за помощью, вы осознанно понимаете, что вы делаете, вы пойдете на небеса. Он похлопочет. Он все сделал. Он похлопотал уже за нас. До создания мира. Уже Иисус был приготовлен, как агнец, закланный за нас. Как ягненок. Эти два разбойника, которые были по обе стороны Иисуса распяты, они над Иисусом ругались, смеялись и издевались. Иисусу было и так плохо, так ужасно, как никому человеку, ни одному человеку так ужасно не было. Потому что он взял все грехи, все преступления всех людей. И он мучаясь на кресте. Люди внизу еще издевались над ним. Фарисеи издевались. Говорили, если ты Сын Божий, сойди со креста. Плюс ко всему, еще грешники, эти два разбойника, они говорили, если ты Сын Божий, сойди с креста и нас сними. И вдруг один приходит в себя. Он увидел состояние Иисуса. Он увидел, что грешники так не умирают, как умирал Иисус. Так смиренно. Никакой брани не идет. Никакой зла из него не исходит. Никакой мести, ни желания мести, ничего. Просто распятый Иисус, который не может даже вздохнуть нормально. Он говорит, Отец, прости им, ибо не знают, что делают. Почему Иисус просил Отца, чтобы Он простил всех людей? Почему? Потому что Он Сын. Потому что связи родственные? Нет. Не поэтому. А потому что льется кровь. И Он говорит, обрати внимание. Кровь. 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 Кровь проливается. Чтобы все грехи были смыты. Всех людей. Грехи всех людей были смыты. Поэтому Иисус на основании пролитой крови просит Отца. Отец, прости. Я виноват. Я виноват. Они не виноваты. Я виноват. И вот этот грешник вдруг опомнился. Пришел в себя и говорит, что мы с тобой делаем? Мы с тобой совершили преступления. Мы с тобой негодяи. Мы принесли ущерб людям. Мы много зла сделали. А Он ничего не сделал плохого. Видите, Он раскаивается. У Него происходит покаяние. Он осознает, что Он грешен. Многие люди не могут дойти до этого состояния. Они думают, что они кто-то. Что у них есть какая-то оппозиция. Они что-то достигли. Они что-то состояли. Состоялись. Ничего ты не достиг. Ты грешник. Все, что ты здесь достигнешь, это никому не надо будет. Никому не надо будет то, что ты достиг. Ты когда пойдешь в ад со своими грехами, ты разве в аду вспомнишь? О, на земле я достиг вот это. Я сделал вот это. Я поднялся с низов. Ты не будешь это вспоминать, потому что боли не дадут тебе вспомнить. Какая тебе для этого уже польза? Никакой. Какая тебе разница? Ты накопил кучу денег, и они обесценились. Показывали в одной шахте. Нашли там миллиард рублей старых. Это были такие заоблачные деньги. Ого, это были просто космические деньги. Но сейчас они гниют просто. По ним ногами ходят, и они никакой ценности не имеют. Так же и люди, которые что-то достигли на земле, и другие думали, о, да, великий человек. Но он не покаялся, значит, он ничего не достиг. И вот этот преступник, он обращается потом к Иисусу. Он сначала к другу своему обратился, к подельнику. Он говорит, мы преступники. Мы много зла сделали. Мы за дело висим. Он признал свою греховность. И потом, в следующий этап, он обратился к Иисусу и сказал, Господи, знаешь, если ты не знаешь, как правильно составить документ юридически, то для покаяния это и не надо. Есть только одно крик, когда ты не хочешь умирать, и ты хочешь быть с Иисусом. И там ты не можешь сказать человеку, человек правильно помолился или неправильно. Бог видит в сердце, Бог видит мотив, что он рассказывается и хочет быть с Иисусом. Он не хочет идти в ад. И Иисус ему сразу же сказал, сразу же сказал, говорит, истинно, истинно говорю тебе, сегодня же будешь со мною в раю. После покаяния. Вопрос, почему другому Иисус ничего не сказал? Ничего не сказал другому грешнику. Вы знаете, что Бог, Он нелицеприятен. Он абсолютно по характеру не как человек. Не как человек. Он как Бог. Нам до Его качеств очень далеко. И знаете, когда Иисус умирал и проливал кровь, Он не проливал только за определенную категорию людей. Он проливал кровь за всех людей. За всех людей. И за грехи всех людей. Поэтому Иисус, Он также проливал кровь из-за того, кто был распят справа, и тот, кто был распят слева, и тот, кто стоял внизу и хулил его. В общем-то, там сильно внизу и не было. Иисус был над землей, может быть, 70 сантиметров. Распят. Был поднят. Где-то 40-70 сантиметров. Нам рисуют неправильные картины. Что-то он так высоко-высоко-высоко был. Не было такого. Обычная смерть была для рабов, для евреев, для преступников. Вот именно так. А другому Иисус ничего не обещает и не говорит. Ничего. Иисус, почему так? Потому что тот грешник не нуждался в Иисусе. Он не признался в своих преступлениях и грехах. Возможно, он считал себя правым. Может быть, он хотел свободу Израилю. И он хотел, может быть, свергнуть римское иго, власть. И он считал, что он справедливо кого-то там убил или там кого-то там, не знаю, что сделал, какое-то преступление. Во имя Отечества. Во имя Родины. Поэтому он не мог раскаяться. Он не мог. Потому что он шел до конца. Я прав. Я прав. Я прав. Но если ты прав, тогда Бог тебя рассудит. Тогда уже будет поздно. А этот человек другой, он увидел, он вдруг осознал, я нуждаюсь в тебе, Иисус. И он сказал, Господи, когда придешь в Царство Твое, он поверил, что есть небеса. Он сказал, вспомни обо мне. Сразу же получил ответ. Ты оправдан. Знаете, когда человека поймали за преступление, и он сидит в зале суда, он из зала суда может выйти на свободу, только если доказать его невиновность. Когда адвокат говорит, невиновен по такой-то статье, нету доказательств, нету улик против него. Прямо из зала суда его выпускают на свободу. Либо из зала суда его везут в тюрьму. Ты из зала суда, где ты сейчас живешь, ты пойдешь либо на свободу, либо в тюрьму вечную. Но прежде, чем ты выйдешь на свободу, ты не можешь выйти просто так. Адвокат должен доказать твою невиновность. Для этого нужно обратиться к адвокату за помощью. Знаете, у адвоката есть номер, и у хороших адвокатов тоже, также они доступны. Если у тебя какая-то беда, то звонят к адвокату и просят его помощи. В мире так. Люди, у которых большие проблемы, они готовы заплатить любые деньги, лишь бы адвокат оправдал их. Библия называет Иисуса Христа хадатаем Нового Завета. Это означает, что он, адвокат, современное слово адвокат, старое слово хадатай. Это одно и то же слово. Так вот, Иисус приходит легально. Там нет никакой коррупции. Там нет такого, что сын пришел к отцу, подмигнул ему. Пап, я потом что-нибудь там придумаю. Давай выпустим этого. Ну, парень неплохой. Ну, что его губить-то? Красивый, симпатичный. Веселый. Ну, подумаешь, грешник-блудник там. Ну, он хороший же человек. Давай там, подмигивает отцу. Такого нету. Есть строгость закона. Возмездие за грех – смерть. И в то же самое время Римлян 6, 23 говорит, а дар Божий – жизнь вечная в Господе нашему Иисусе Христе. Дар Божий. И мы не можем оправдание получить, заслужить его. Мы можем просто принять верою. Мы услышим эти слова, если у нас есть вера. И вот, когда человек влип, у него проблемы, он звонит адвокату. Адвокат приезжает, изучает дело и находит в законе доказательства невиновности подсудимого. Он говорит судье, на основании такого-то, такого-то закона, за недостачи улик, этот человек невиновен. Я стою на том, что этот человек невиновен. Судья берет, смотрит, изучает, смотрит на человека и говорит, оправдан, молотком бьет, и говорит, оправдан. Собирает свои вещи и уходит. Папочки свои пошел. А этот человек, этот человек свободен, все, иди, гуляй. И этот человек не понимает, как так? С помощью адвоката. У нас у всех есть адвокат Иисус Христос. Если ты влип, а ты влип со своими грехами, каждый влип, каждый, то срочно надо идти к адвокату. И Иисус предстает пред Отцом и ходатайствует перед Ним день и ночь за нас, потому что против нас прокурор лжет. Написано, дьявол, клеветник на братьев наших день и ночь. День и ночь. Он сообщает Богу сведения. Посмотри, твой ребенок согрешил, твой ребенок это, твой ребенок кто? Его надо судить. Он прокурор, он всегда злой. Иисус, он ходатайствует. Он говорит, отец, не мигает глазами, он просто говорит, посмотри, моя кровь омыла его. Отец говорит, все оправдан. Когда отец видит не тебя, а кровь сына, кем бы ты не был, ты оправдан. Ты оправдан, даже если ты большой преступник. А не важно перед Богом, сколько ты грехов сделал. Так одна женщина, она украла туалетную бумагу, она работала где-то там в гостинице, и украла туалетную бумагу. И она почувствовала очень сильное обличение, что она украла, она взяла то, что ей не принадлежит. Туалетную бумагу. Ее так совесть начала мучить, обличать, что человек украл миллиард у правительства, и жил роскошно, пойдет в ад за это. И женщина, укравшая туалетную бумагу, тоже пойдет в ад. Но она не жила шикарно. Но она ее украла. И украл ты копейку, или украл миллиард, уже не имеет значения. Ты украл. Поэтому нам всем нужно идти к адвокату, к ходатаю Нового Завета, к Иисусу Христу. Исайя 64, 6 говорится. Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наши, как ветер, уносят нас. Наши беззакония уносят нас в погибель. Он говорит, наша праведность, как запачканная грязная одежда. Тебе стыдно выйти в грязной одежде. Кто-то сегодня пришел заляпанный, в грязной одежде, в грязной. Никого, мы все, мы не хотим, мы не согласны с грязью, нам стыдно сразу. Мы не хотим. А вот Исайя говорит, что вся наша праведность, наша праведность, когда мы говорим, о, я не курю, не пью, о, и ты думаешь, ты праведен? А может быть, ты смотришь, куда тебе не надо? Ты точно такой же грешник. А может быть, ты не любишь ни Бога, ни людей. Может быть, ты эгоист, и ты любишь только самого себя. Ты страшный грешник. Поверь. Поверь. Ты не лучше убийцы. Римлянам, третья глава, двадцать второй стих. Праведность от Бога дается через веру всем, кто верит в Иисуса Христа, потому что нет различия. Праведность от Бога дается через веру. Как ты можешь услышать слова о правданах? Как ты можешь быть уверен, что ты пойдешь на небеса? Тебе нужно дружить со Словом Божьим. Если ты основываешься на своих чувствах, на своих поступках, ты никогда не поверишь в то, что ты пойдешь на небеса. Ты всегда будешь думать, Боженька, спаси меня, Боженька, спаси. Боже, так не хочу умирать и идти в погибель. Но если ты мудрый христианин, и Бог тебе отдал Слово, Он дал тебе Слово и сказал, изучай и вникай в закон Божий. День и ночь. Здесь говорится, через веру мы имеем спасение, праведность. Через веру. Сколько прошло времени, после того, как грешник, который висел рядом с Иисусом, осознал свои ошибки, свою греховность и обратился к Иисусу. Вот он это сделал, вот он сказал другу, слушай, товарищ, мы висим за дело, за преступление, а он-то ничего не сделал. С этого момента пошли секунды. Потом он после этого обращается к Иисусу. Может быть, через какие-то 20-30 секунд, допустим. И он говорит, Иисус, вспомни обо мне, Господи, когда придешь в царствие Твое. Тут идут просто секунды, ну минуты какие-то. И он моментально получает оправдание, от Иисуса он получает вход на небеса. Все, ты засчитан. Что, так просто? Я-то думал, что надо тысячу миллион сделать добрых дел. Надо стать этой матерью, Терезой. Номер два. Оказывается, ничего не надо делать. Ничего не надо делать. Слушай, только принять надо. Протянуть руки и то, которые были распяты. Он просто верую принял. Тут ничего, тут не задействовано Твое тело. Тут задействован Твой дух, Твое сердце. Ты веришь Иисусу. Он сказал тебе, что ты будешь со мной в раю. Все. Это на всю жизнь. Если ты уверовал в Иисуса Христа по-настоящему, и ты с Ним, то ты должен точно знать, что ты идешь на небеса. Это радость. Откуда радость придет, если ты всегда в раздваивании, знаешь, двойные мысли у тебя. Яков пишет, что такой человек нестабилен с двойными мыслями. Он то, как прибой, то отбой, знаете. То прилив, то отлив. То он верит, потому что он неделю жил довольно-таки хорошо, а потом он согрешил. Он говорит, все, я грешник, я в ад иду. Если тебя Иисус омыл от грехов, то это не зависит от того, что ты делаешь или ты не делаешь. Тебя Иисус омыл. И если ты согрешил, Библия говорит, надо исповедовать сразу же свой грех, и кровь Иисуса омывает нас от всякого греха. От всякого греха. Послушай, когда тебя кровь омывает от всякого греха, кто бы ты ни был, ты становишься моментально святым. Ты становишься моментально готовым пойти на небеса. Ангелы честь отдадут, проводят тебя, коридор сделают. Все. Ты пойдешь на небеса, как будто ты ни разу не грешил. Бог будет вспоминать, какие он грехи делал. Он вообще был грешником или не был. Бог вообще ни одного греха не вспомнит. Вообще ни одного твоего греха не вспомнит. А разве это не радостная новость? Разве это не Евангелие? Скажите. Вот тебя мучают некоторые грехи. Думаешь, зачем, зачем, зачем совесть, угрызение, все. Когда ты омыт кровью Иисуса Христа, Бог не видит ни одного греха или грешка. Ни одного. Ты чист, ты праведен. Вот что делает кровь Иисуса. Уж если так сильно Иисус страдал, то это самое большое средство платы за наши грехи. Самое мощное оружие против дьявола это кровь Иисуса. перед Богом, перед судьею это доказательство того, что мы невиновны. Всю жизнь грешил. Вдруг я осознал. Я попросил у Бога прощения. Моментально кровь Иисуса омывает меня. В духовном мире звучит такой, знаете, приговор, можно сказать, или как это. Оправдан. Оправдан. Все, значит, ты идешь на свободу. Римлянам 3, 23. Ведь все согрешили и все лишились Божьей славы. И все получают оправдание даром по благодати через искупление, совершенное Иисусом Христом. Бог сделал его жертвой умилостивления в крови его для всех, кто верит. Для всех, и тут поясняется, кто верит. Бог пожелал проявить свою справедливость, простив грехи, совершенные в прежние века. Он долго терпел, чтобы сейчас в наше время показать свою праведность. Он сам праведен и оправдывает того, кто верит в Иисуса. Ты думаешь, что Он тебя создал, и Он тебя легко готов потерять, чтобы ты навеки ушел в ад. Он за тебя будет сражаться. Поверь. Он за тебя будет сражаться всевозможными путями. Просто ты не сделай глупости. Не живи легкомысленно. А! за меня Бог заступится всегда. Может так произойти, что твое, как сказать, твое халатное отношение, ты не оценил того, что как Иисус страдал, и ты легко возвращался в грех, то может наступить момент, когда ты перестанешь верить в Бога, перестанешь чувствовать Его милость, перестанешь чувствовать обличение Святого Духа. Как многие верующие, когда согрешают, чувствуют обличение Святого Духа. Они чувствуют, это грех я сделал, и сразу идут, и просят прощения у Бога. Представь, если ты стал таким верующим, ты уже не чувствуешь, ты уже сделал грех, как поел как будто. И у тебя нету осуждения, как бы нету обличения, и ты живешь дальше, у тебя, значит, нету и покаяния. Все, ты отходишь. Апостол Павел пишет в 28-м стихе, мы утверждаем, что человек получает оправдание верой, независимо от соблюдения закона. Ты исполнил субботу? Ты исполнил субботу? Что ты делал в субботу? Я работал или что-нибудь делал, гулял. Все, ты грешник, ты не исполнил. Надо было сидеть дома. Может, было только один километр пройти. А ты сколько прошел? Вы понимаете? А здесь апостол Павел пишет, что человек получает оправдание верой, независимо от соблюдения закона. Я верю в то, что совершил Иисус. Я что, пренебрегаю законом? Нет. Но Иисус и есть моя суббота. Я в нем, а он во мне. Как значит мне соблюдать день? А кто же тогда Иисус? Кто? Как не суббота? Дорогие друзья, те, кто еще не оправдан, вам нужно срочно это сделать. Срочно. Срок годности может истечь. Ваши документы должны быть приведены в порядок, прежде чем вы поедете за границу. Одна из наших сестер вчера ушла к Господу. Но она успела поменять документы, она молилась. Все, что я слышал про Скофья. Про Скофья. Она молилась. Она помолилась. Те, кто молятся, обращаются к Господу, Господь не отодвинет, Он не скажет, Он примет. Если бы мы увидели, что происходит с людьми, которые обратились к Иисусу и покинули этот мир, как они сейчас там молодые бегают и веселятся, как им там хорошо, лучше, чем нам в миллионы раз. Ну ничего, и на нашей улице будет праздник. Аминь. Давайте помолимся. Продолжение следует...